В сапогах, в потёртой блузе, с бодуна, во всей красе шёл мужик по кукурузе, по нежатой полосе, пиджачок торчал по мужу из цигарки, шёл дымок, думал, вот же, кукуруза, дальше думать он не мог. Вдруг зарязкали моторы, подошёл комбайн в строй, а в комбайне тот, который, а в соседке тот, это второй. В куртках фирменной расцветки, в окружении попоселяны, в руках у них эти ракетки. И у каждого волан, неприступный, как гостаймер, и стремительный, как вжиг, Путин вышел из комбайна. Путин, тут и сел мужик, вышел солнцем, осиянин, наступил в родную слизь. Что? Трясёшься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидашься пред собою, поселянин заблажил. Как же вас, суда, обоих, чем я это заслужил? Неожиданно доступен вербовать-то в мостах. Да не бойся, промолил Путин, мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом доедая, с колопом и подумали, с медведом, замутить ещё чего. Всё мы делали, чего там, забавляли всю страну, управляли самолётом, погружали в глубину, нежной дружбы не таили, пели рок, коров доили, свитер-квитер, мы кинтошки, лыжи танцы, всё, что хочешь. И при звоне чашек чаянных был ответ произнесён. Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе не смешнее же, чем в аршиве. Совершенно оболванен от таких серьёзных тем, тихо ахнул на сиянию. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту дерзость и ответил не по лжи. А что ещё тут делать, ну не правишься, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям, верно. Может, вам не править? Может, так вот по полям, чтобы ракетки и комбайны, чтобы ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А какие ваши планы? Я хоть бабе расскажу. И с усмешкой, как ангел, он сказал. Примерно так. То ли... То ли... То ли на лыжах в обваланге, то ли в танке на жульфак. Что тут скажешь? Что предложишь, лёжа в страхе на стогу? Как ты так без литра можешь? Да уж, молодой, могу. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня шикарно, очень...